Это интервью с Анатолием Могилевским Впервые услышал ваши песни Я услышал эти песни, когда только-только открылась та студия, в которой вы находитесь Открылась студия ночной такси Мне привезли эти кассеты из Нью-Йорка, привезли мои друзья-моряки И я был абсолютно поражен и вашим вокалом, и подбором материала Я не был тогда еще лично знаком с Мишей Шапутинским С ним я познакомился немножко позднее, в 89-м году Но когда я потом уже идентифицировал все эти записи Естественно, они были без вашего фото, они были, конечно, без распечатки песен Приходилось песню называть уже самостоятельно Я понял, что там работал на тех первых записях его оркестр Что Миша работал в качестве аранжировщика И для меня было очень важно, что я встретился с совершенно, на мой взгляд, феноменальным явлением в культуре Дело в том, что я много лет занимаюсь авторской песней русской Которую мы для краткости именуем шансоном по-русски Но здесь, в ваших записях, в тех записях, с которых все начиналось, в особенности Сплав очень серьезного эстрадного вокала Вокала вашего очень своеобычного голоса Голоса, который невозможно перепутать А вы прекрасно понимаете, как профессионал, что для эстрадного певца, конечно же Вокальные данные, и именно его обертон, именно его тембр Это основа его творчества и это основа узнаваемости И при этом, понимая, что я встретился с записями великолепного голосового, как называет вас, Шуфутинский, певца Это великолепный, искренний и очень смелый, тем более по тем временам, песенный материал Поэтому начинаю наше интервью с огромной благодарности И искренне выражаю свою радость, что наша встреча через 20 лет заочного знакомства состоялась И я убежден, что все это абсолютно-абсолютно не зря Слушай, мне очень приятно слышать эти теплые слова И в вашем лице мне тем более приятно видеть такого поклонника Который сам лично занимается таким серьезным делом, как пропаганда Вот такой значительной формы, под названием шансон И, конечно, таких людей, как вы, Саша, немного Потому что это трудная, наверное, не совсем благодарная работа И не каждый ее может оценить и понять Но именно такие люди создавали творчество, создавали искусство И поэтому я, может быть, от лица всех артистов, я вам очень благодарен И просто хочу попросить вас об одном Давайте говорить не вы, а давайте говорить ты Потому что именно вы, это меня немножечко как бы отдаляет А мне хочется быть поближе с вами Потому что я в вашем лице вижу хорошего человека и друга Спасибо, спасибо Так и будем действовать дальше Анатолий, для нашей аудитории Надо обязательно рассказать, как все для вас начиналось До самоцветов мне посчастливилось работать в замечательной группе биг-бенда Юрия Сергеевича Саульского Которого, к сожалению, нет в живых И, конечно, эта школа в течение пяти лет Школа деятельности и моей практики Оно, в общем-то, и дало мне возможность, может быть, быть более самостоятельным И конкретным солистом на эстраде Потому что биг-бенд это основа и мечта, наверное, каждого музыканта и солиста Работать с огромным оркестром, в котором только может восемь человек Вокальная группа В тот период времени, я помню, работали в вокальной группе такие люди, как Валя Толкунова Да, ныне популярная певица Жора Мамиконов Группа У них группа, по-моему, если я не ошибусь Я забыл, как группа называется, но я просто, я извиняюсь Они поют песни такого ностальгического направления Ну, в общем-то, песни, которые... Песни старые, но более в современной обработке И много замечательных музыкантов, которых... Имя которых знают не только там в России, но и далеко за рубежом А многих из них говорили и по радио Лаксенбург, и американское радио Такой был комментатор Вилли Каневер, который говорил о музыкантах Действительно, была группа настолько замечательных музыкантов И, конечно, они уже все, может быть, состарились сегодня Они уже... Многие из них уже очень взрослые Имеют там внуков, правнуков своих Но эти люди были, и они есть Эти люди дали мне возможность Получить колоссальную школу Школу вокалиста, школу артиста И, может быть, с этого у меня началась моя вот такая творческая деятельность Хотя до этого... Я ведь сам рижанин И прожил в Риге, естественно, всю свою жизнь До взрослого, можно сказать, периода жизни В 67-м году по приглашению Юрия Сергеевича Савульского Я и приехал в Москву Прослушался в ЮДЖА-66 А до этого у меня начиналась, как говорится, история Как говорится, предварительной моей деятельности Я, как и многие, так сказать, люди Которые любят творчество Играл на гитаре И никогда не знал, что такое русская песня Почему? Потому что в Риге мы слушали западную, западную, так сказать, западное радио И, в общем-то, это тоже для нас была какая-то школа Приехав в Москву первый раз Мне обязательно нужно было прослушиваться с русской песней А русских песен у меня не было Почему? Потому что, да, работая даже в ресторане Работая в... Там были, в общем-то, очень популярные рестораны Один из них Алидо Люди танцевали И мы пели западную музыку Западный репертуар То есть американская, английская То есть, да, и испанская, итальянская И, может быть, в редком исключении Кто-то, естественно, пел там на русском языке Мне почему-то не приходилось И вот первая песня, с которой я, приехав в Москву, выступил Это была песня «Моряк в развалочку сошел на берег» Это Михаил Танчи С которой, в общем-то, и началась моя творческая карьера О которой мы вот только незадолго до этого начали свой рассказ И вот так вот, потихонечку я благодаря этому вышел Можно сказать, может быть, на другую ступень И, конечно, большая помощь для меня Это была со стороны Михаила Шуфатинского С которым я начал свою творческую деятельность Уже по записи в рекорд-студии Вот, он меня очень правильно направил Организовал меня очень точно Потому что, наверное, я не понимал сам Что для меня важно, что я делаю Те два альбома, они по-прежнему являются золотыми альбомами Для шансона по-русски Для всех, кто знает эту музыку И даже, хотя прошло 20 лет с момента их записи Но по сей день они являются визитной карточкой Анатолия Могилевского Потому что эти альбомы, они феноменально удачны Как говорят музыкальные журналисты Плотность хитов на душу населения Там превышает все возможные пределы Это великолепные программы Образца 84-го года у нас в Одессе Это не едят И я вас люблю, мадам, образца 86-го года Расскажите мне о записи этих альбомов Потому что Миша об этом рассказывал Но он рассказывал об этом как продюсер в этой студии А мне интересно, что вы рассказали Анатолий Как певец, для которого продюсировал Шуфатинский Ну, записи, конечно, это были Это первые практически мои записи Может быть, после альбома На песне Анатолия Днепрова Он был записан без Шуфатинского и его музыканта А вот после этого непосредственно было записано то, о чем мы говорим Да И вот так вот с сечением обстоятельств Это говорит о том, что я, наверное, не совсем разбирался И понимал, что все-таки нужно людям И что я должен делать Может быть, с точки зрения песен У Анатолия Днепрова были хорошие песни Но вся работа начиналась не в том, что мы сидели в студии И люди аранжировали все это А это были уже готово привезенные аранжировки Оркестровки Многие эти оркестровки были даже выше моей тональности Они были записаны, может быть, для женской тесситуры Но поскольку в тот период времени это было для меня просто как отдушина какая-то Почему? Потому что скрипки Я мечтал всегда работать с скрипичной группой А там были записаны как раз оркестровки с настоящими скрипичными группами И огромный бенд, с которого я начинал Но, к большому сожалению, сам проект не получился За счет чего? В общем-то, может быть, он бы и пошел Но в тот период времени я начал выпускать как бы виниловые диски А диски люди, ну, они могли покупать там дома Кто-то мог прослушивать это Хотя в тот период времени я не сориентировался А можно было напечатать обыкновенные кассеты Которые тогда только появлялись? Ну, конечно, они появлялись, уже было модно И все это, конечно, у меня пролежало в гараже длительное время И так и не пришлось мне воспользоваться так в широком масштабе Но проект, который уже начался с Мишей Шапутинским Он уже пришел после того, как я получил определенную практику работы в ресторане И я стал наблюдать, уже провел определенный search того, что людям нравится Вот что, на что они больше реагируют И я подобрал определенный материал С помощью Миши Шапутинского, который, в общем-то, мне одобрил это все Посмотрел, потому что у него колоссальный нюх Этот человек настолько разнообразный в своей культуре и в понятиях того, что он делает и как должно быть Что, ну, просто не согласиться с ним, это просто подписать себе приговор Что, в общем-то, у меня впоследствии потом и было Потому что каждый человек все-таки не учится на ошибках Он все-таки продолжает как-то гнуть свою линию Ведь всегда есть такая, о чем мы всегда думаем Мы не можем воспринимать и говорить о том, что наш вкус правильный А если кто-то этот вкус, как говорится, не поддерживает, значит, они не правы Нужно понимать всегда, что у людей разные вкусы Но какой-то вкус он преобладает И каких-то людей больше, которые понимают именно этот вкус Который, в общем-то, и создает артисту Имя и его лицо Конечно Ну, правильно говорил сэр Уинстон Черчилль Хоть он был политиком, а не певцом Он говорил, что вообще политика – это искусство возможного Поэтому совершенно естественно, что и в музыке так же То, что возможно сделать, исходя из вокальных данных Исходя из творческой школы конкретного исполнителя И подбор материала, и некий такой, как бы, в хорошем смысле слова Уровень, на котором будет восприниматься этот материал публикой И уровень, который имеет определенные профессиональные каноны А дальше уже начинается вкусовщина Кому что нравится Но если это профессионально, и если это имеет свое лицо То это, естественно, найдет свою публику А своя публика остается с артистом навсегда Если он ей не изменяет Поэтому те альбомы, конечно, сделали для вас Я считаю, а для обоих И для Миши Жбутинского тоже очень много Анатолий, я в завершении нашего интервью обращаюсь с традиционным для нашей студии вопросом к моим гостям На него отвечают абсолютно все, кто принимает участие и в радиоэфирах программы ночной такси И участвует в нашей DVD-программе Вопрос традиционный, но вопрос, я считаю, для каждого из моих гостей очень важный И поэтому я позволяю себе такую преамбулу Я очень хочу, чтобы ты сейчас попытался искренне, вот именно спонтанно Все же, по-честному, говорим для нашей камеры Я знаю, о чем я спрашиваю моего гостя Анатолий не знает ничего Вы смотрите экспромт Так вот, пожелания Пожелания той аудитории Причем очень большой аудитории И аудитории радиостанции «Шансон» в России и за рубежом И аудитории музыкального телевизионного канала «Мюзикбокс», где будут смотреть это интервью И тот фильм-концерт, который мы сегодня на этом диске записываем И аудитории людям, которые приходят на твои концерты И даст Господь, поможем тебе, чтобы больше их было в России Потому что надо, чтобы ты выступал здесь Твой русский язык великолепен Твой голос, он имеет именно то, что должна иметь русская эстрада Настоящая, ты должен петь здесь, а не только в своем Лос-Анджелесе Так вот, пожелания всей этой аудитории Пожалуйста, в телекамеру нашей студии от Анатолия Могилевского Ну, каждый раз встречаясь и приезжая в Россию, я встречаюсь с замечательными людьми Искренними, теплыми И, конечно, для меня это огромная поддержка Я могу поверить в то, что люди, которые со мной встречаются Дают мне большую возможность чувствовать себя и бы тем Кто я на самом деле вот сейчас, кого я представляю И только благодаря именно моим слушателям Моим ценителям творчества Поэтому я хочу вам сказать Любите музыку Любите добрых людей Цените хорошее И тогда ваша жизнь, она будет более развернутой Всегда вам будет в жизни очень хорошо Чего я вам желаю от всего сердца